здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самые популярные радиостанции на среднем западе сша не забывайте нас смотреть ставить лайки для продвижения нашего контента контента ведущие программы эдуард брумер и геннадий сегодня мы беседуем с российским политологом политическим географом дмитрием орешкина дмитрий борисович добрый вечер добрый вечер здравствуйте добрый день дмитрий борисович большое спасибо за ваше время все-таки у вас поздно у нас действительно день и чтобы не терять время прошли выборы в россии по итогам выборов выясняется что 324 место в государственной думе займет провластная партия и все остальные партии набирают чуть больше там 100 мест да у меня такой вопрос а зачем им оставаться в этой думе для чего и что они с этого имеют ну что они с этого имеют не трудно сказать но ведь понимаете политическая конкуренция всегда существует это престиж это трамплин для дальнейшего политического роста это возможность легально или нелегально что-то там лоббировать это очень много значит для региональных представителей что он там приехал в москву и представляет какую-то условно говоря там область или часть этой области по одномандатному округу у нас же один город стране есть называется москва то есть а страна хочет там жить так что стимулов и желание попасть государственную думу у людей с скажем так статусом среднем или чуть выше среднего очень даже много вот например у таких людей как шойгу или лавров министр обороны министр иностранных дел желание попасть государству ну совершенно никакого нет никогда не было поэтому когда их вписывали но в пятерку лидеров партии единой россии был изначально ясно что они работают как паровозы да то есть как бы привлекают внимание людей служит как бы для рекламы а потом отвалятся потому что пост министра обороны нам значительно влиять влиятельней в нашей системе ценностей или пост министр иностранных дел как у лаврова чем какой-то там депутат так что для абсолютного большинства граждан депутат государственной думы это большая величина и очень многие люди хотят быть этими самыми депутатами другой вопрос что конечно никакой политической программы они там реализовывать не могут понять потому что они в меньшинстве коалиции им создать не позволят но зато свои персональные задачи лоббирование там и продвижение чего-то они могут решать вполне удачно ну и кроме этого конечно это важнейшая политическая трибуна одно дело когда ты просто так говоришь что-то по телевизору а другое дело когда ты у тебя подписано внизу титр что ты депутат государственной думы это звучит по разному то есть для людей с большими политическими амбициями молодыми у которых нет скажем так ведущие их по жизни мохнатой руки государственной думы хороший старт и поэтому очень многие люди нового поколения молодые 30-40 лет хотели бы туда избраться дмитрий борисович а какие реальные цифры все-таки известный математик сергей шпилькин по-моему да если я не ошибаюсь да он сказал что реальные цифры это 30 процентов для единой россии и далее по списку у всех совсем другие цифры как вы это видите может быть у вас есть какие-то оценки ну во первых он сказал чуть попозже про 33 процента во вторых его метод он очень несложный и как все статистические методы он имеет определенные пределы допустимости где можно верить а где нельзя логика примерно такая при нормальных условиях у нас стране 97 тысяч избирательных участков на каждом участке там голосует примерно около тысячи человек в день голосования и сергей шпилькин давно ну собственно он первый заметил но он это оформил и стал продвигать этот метод он заметил что есть регионы где например явка получается поразительно 95 там 96 процентов и не только регионы а еще все участки в этом регионе ну например чечня явка 90 как из от выборов к выборам явка там 95 99 процентов и одновременно все вот эти очень дисциплинированные избиратели очень монолитно голосуют за одну партию что поразительно значит и скажем там 95 процентов за единую россию а в других участках там но кто-то за и на россии кто-то за коммунистов кто-то за справедливо россии тогда но вот шпилькин посчитал зависимость между явкой и результатами единой россии при нормально простите при нормальном человеческом голосование но у вас на участок пришло тысячи человек и там примерно должна выдерживаться та же пропорция между сторонниками единой россии какой-нибудь коммунистической партии и если на этот участок на этом же месте пришли 500 человек то пропорции должна быть та же самая вне зависимости от явки а у нас стране есть очень ясно и прямая триле активная связь чем больше явка тем больше среди на россии но вы как люди советским опытом жизни вы понимаете что например если участок у вас находят вся находится военной части то там где 8 утра уже значит явка сто процентов весь личный состав проголосовал продемонстрирует удивительную дисциплину вопрос за кого они проголосовали мы знаем заголовок они же того как за кого политрук велел или там полковник получается стопроцентная явка стопроцентная поддержка единой россии значит если вы выстраивать этот график или там распределение я не буду вас математическими деталями грузить получается что при нормальных условиях при человеческих условиях есть участки где голоса расходятся по разным корзинам зависимости от реальных предпочтений настройки избирателей кому нравится единой россии кому-то нравится коммунисты кому нравится яблоко отлично это считается нормальным а вот такие участки где слишком высокая явка и слишком высокая поддержка единой россии так правило они Они выпадают из графика нормального распределения. Нормальное распределение, оно же гауссовое распределение. Ну, черт с ним, слишком сложные вещи. Короче говоря, есть нормальное распределение, которое характерно для свободно голосующих людей. Где у каждого своя голова на плечах, где каждый голосует за того, за кого ему нравится. За Трампа, за Байдена, за Единую Россию, за коммунистов России. Не важно. И если нет какого-то внешнего, тотального фактора, который сдвигает выборы в сторону повышенной явки, в сторону повышенной монолитности, то все эти участки попадают в эту самую гауссовую кривую нормального распределения. А вот какое-то количество участков, в данном случае у Шпилькина получилось 14 миллионов, они отскакивают от нормального распределения. Они анормальные. Они неестественные. Там, где есть, и там, очевидно, есть признаки, ну, если не прямого давления, то какого-то влияния внешнего фактора, который действует сугубо в одном направлении. Он работает на пользу Единой России, он работает на пользу Высокой Явки. Но вы можете как угодно называть этот фактор. Значит, Шпилькин считает, что это анормальное явление, и он считает, что это нарисованный результат. Фишка в том, значит, это все правильно и разумно. Теперь я объясню, в чем, с моей точки зрения, изъян. Да, конечно, когда 100% Явка и 100% за Единую Россию, ну, как в Советском Союзе было, в 99,9% за нарушимый блок коммунистов и беспартийных. Вы, счастливцы, забыли, наверное, такие формулировки. Не помню, это не забывается. Так вот, дело-то все в том, что понятно, что это раздуто. А насколько раздуто, непонятно. Потому что вполне может быть, что в этих 100% голосования за Единую Россию есть 40%, которые действительно ее поддерживают. Поэтому, формально говоря, говорить, что все эти 14 миллионов, ну, 14% избирателей, попавшие на участки с анормальным голосованием, ненормальным голосованием, на самом-то деле голосовали бы против Единой России, я бы не стал. Я бы из них, скажем, 60% может быть выкинул, а остальное, это вполне может быть, что и среди этих людей со стопроцентной явкой и стопроцентным голосованием за есть какая-то доля, которые и так бы пришли, без давления на них, и так бы проголосовали. То есть, на самом деле, здесь несколько ситуаций сложнее. И по моей оценке, ну, пририсовали, грубо говоря, вот так принудительно заставили голосовать, как сделано в Чечне. Ну, понятно, что чеченцы нормальные люди, они голосуют, если бы они были свободны, они бы голосовали так же, примерно, как все остальные. Но там вот так устроена власть, что она за них нарисует, и никто даже не пискнет, не постарается это исправить. Так вот, по моим представлениям, такой вот сверхнормативный объем составляет примерно 10 миллионов голосов. Ну, по стране в целом. У нас в стране 109 миллионов избирателей, 56 миллионов пришли проголосовать. Из них 28, чуть больше половины, проголосовали за Единую Россию. Виноват. Половина, 49, почти половина проголосовали за Единую Россию. То есть, получается, что Единая Россия получила 28 миллионов голосов. И из этих 28 около 10, плюс-минус. Потому что статистика не дает точных результатов. Так вот, из этих 28 миллионов примерно 10, грубо говоря, нарисованы. А если бы у них было минус 10, то у них было бы примерно 18 миллионов голосов. Соответственно, еще бы упала и явка. Потому что ведь, когда приписывают результаты, увеличивается количество результирующих. То Единая Россия, ну, я склонен доверять Шпильпену, во всяком случае, он говорит про 35. 33, точнее говоря. А коммунистов около 30. В общем, это похоже на те социологические данные, которые проводят независимые эксперты, независимые социологические конторы до выборов. Но все эти рассуждения юридического смысла не имеют в нашей стране. Ну, в нашей стране ничего не имеет юридического смысла, кроме воли начальства. Значит, и поэтому протестовать... Ну, это интересные расчеты. Сергей Шпилькин очень толковый человек. С ним приятно поговорить. Это, ну, такая косвенная оценка того, насколько нам натянули, что называется, уши. Или там, я не знаю, что они там нам натягивают. Сову на глобус, как у нас говорят. Вот, по-моему, он, я думаю, он немножко перегибает палку. Ну, вот из тех соображений, что все-таки не все 100% на этих участках фальсифицированы, а там есть, наверное, есть какая-то доля и доброкачественно голосующих за Единую Россию. Ну, среди солдат могут быть люди, которые уважают Путина и голосуют за Единую Россию. Правда? Да. Они, ясно, что это не 100%, ну, а мы не знаем, сколько. Поэтому, я думаю, что вот так, ну, аккуратная оценка, не аккуратная, более сдержанная оценка. Порядка 10 миллионов им пририсовали. Но все равно хватает, правда? Да. Дмитрий Борисович, мы знаем, что Сергей Киренко в администрации Владимира Путина курирует внутреннюю политику. Соответственно, выборы подпадают под его компетенцию. Ясно, что ему, видимо, насколько я понимаю, удалось сделать то, что на сегодняшний день Единая Россия получила. Ваше мнение о Сергея Киренко и есть ли у него шансы стать преемником Владимира Путина? Это очень четкий, очень рациональный, очень эффективный менеджер. Он хорошо работал в Росатоме. Он эту государственную контору, в общем, держал на вполне солидном уровне и умел добиваться высокого качества разработок. И, в общем, за рубежом довольно успешно продавал продукцию этой корпорации. Он решает, поставленный Путиным и его руководством, господином Вайна, это как раз руководитель администрации президента, задачу по продвижению Единой России в Думу, а Путина в президенты. И он решает это благополучно. Но он абсолютно холодный, прагматичный, до циничности, расчетливый технократ. Ему поставлена задача, он ее решает. Как мы с вами видели, методами, которые с точки зрения западного менталитета трудно назвать приличными. Но он решает. У нас так страна устроена, что если человек справляется с поставленной задачей, то его высоко ценят. Как он решает, это как бы его дело. Относительно преемничества Путина я не могу представить в своей многогрешной голове такого варианта. Потому что он был в свое время членом партии «Правое дело». Он, так скажем, правоцентрист, если по европейским, западноевропейским стандартам. По американским я даже не представляю, чем и кем, как бы его можно было атрибутировать. Но, конечно, его не поддержат силовики. Он для них абсолютно чужд. А у Путина власть все сильнее и очевиднее опирается как раз на силовое крыло. И они, может быть, поэтому Путин Кириленко и держат. Понятно, что он никакой самостоятельной политической силы не имеет. Его влиятельность определяется тем, что его курирует Путин. Путин его курирует до той поры, пока он решает поставленные задачи. Как только Путин лишает его своей поддержки, его немедленно сожрут. Ну, в фигуральном смысле, конечно. Те же самые силовики, чекисты, армейцы и многие другие. Так что здесь у Путина тоже холодный прагматический расчет. Без Путина Кириленко не игрок. Ну, по целому ряду причин. Примерно так же, как без Путина сейчас не игрок и Чубайс. Они все-таки очень из близкого корня партия, которая называлась «Союз правых сил» в нулевых годах. Оба работают при Путине, оба эффективно решают поставленные перед ними задачи. Оба самостоятельного политического веса не имеют. И есть огромное количество людей, которые бы с наслаждением порвали их клочки с того самого момента, когда они лишатся поддержки Путина. Поэтому он их использует и, в общем, наверное, рационально делает. Мне лично, господин Кириленко, судя по тому, как он решает эти выборные задачи, кажется не очень симпатичным человеком. Потому что это, в общем-то, оскорбительно для моего народа. Вот такого рода процедуры электоральные. Мне кажется, это нечестно. А, Дмитрий Борисович, а вдогонку того, что вы сказали, а кого поддерживают силовики и чекисты? А, вы понимаете? Я имею в виду, что вообще-то тот, кого не поддерживает Путин, вообще, наверное, не имеет никто силы. Но вообще-то есть кто-то внутри, кого силовики, например, группируются вокруг. Сегодня кого-то. Есть такой человек? Ну, понятно. Значит, во-первых, я бы внес некоторую поправку. Есть человек, которого не поддерживает Путина, Путин, но который пользуется политическим влиянием. Но вы знаете его фамилии, вы знаете, где он сейчас находится. И вы знаете, что его недавно хотели отправить на тот свет. Поскольку я не Путин, я могу сказать, что его фамилия Навальный. Я не боюсь эту фамилию переносить. Он опирается как раз... Да, у него наверняка есть какие-то группы поддержки и наверху тоже, которые очень боятся об этом заявить, естественно. Но в основном он пользуется поддержкой, ну, так называемой, там, либеральной, европейски ориентированной, западнически ориентированной, молодой, городской, образованной, достаточно состоятельной, а иногда и даже весьма состоятельной, самостоятельной публики, которая хотела бы видеть Россию примерно такой же страной, как там Франция, Германия, Англия, а не такой, как Дагестан или Чечня. Вот. Но это про Навального. А что касается силовиков. Владимир Владимирович Путин очень рациональный, тоже до цинизма человек. И он плодит этих силовиков по заветам товарища Сталина с тем, чтобы разные силовые группы друг за другом следили и ему спешили доложить на своих конкурентов. Есть Росгвардия, есть Федеральная служба охраны, есть ФСБ в скобочках КГБ, есть армия, есть какие-то еще там подразделения, и они все пытаются продвигать своих людей, у них у всех большие амбиции, они все весьма сильно друг друга не любят, потому что они конкурируют. И Путин использует специальные между ними, наверное, я не знаю, он со мной не делился этими соображениями, но он, наверное, поддерживает между ними эти конкурентные отношения для того, чтобы защитить себя, например, от военного переворота. Потому что невозможно организовать военный переворот в России по африканскому сценарию или какому-нибудь азиатскому. Тебя там, скажем, люди приехали на танки, захватили президентский дворец, и дело сделано. А тут танки есть не только у тебя, а танки есть... Если армейцы такую штуку затеют, то их остановит Росгвардия. Если Росгвардия, то их остановят армейцы, или ФСБ, или внутренние войска. Вот этих несколько силовых групп, которые друг на друга смотрят с прищуром, если не через прицел, значит, это вот баланс такой, игра постоянная. Она и специально Путином создается, он уже увеличил количество этих силовых структур, и он очень внимательно следит за лояльностью их руководства. А они друг друга ненавидят горячей любовью. Потому что каждый из них, конечно, у каждого генерала в кармане лежат погоны маршала, или президента, наверное, и очень многие из них хотели бы. Но так устроена нынешняя ситуация, что шансов у них пока не видно. И в этом сила, между прочим, Путина, который как раз слишком сильных оппонентов заранее убирает, оттесняет куда-то подальше, или на тот свет, или за границу. И, собственно, он один такой, который может играть на этом полифоническом инструменте, нажимая на соответствующие клавиши. Но раньше или позже он состарится, бывает такое, с людьми, даже с самыми выдающимися, и помрет. И вот как потом начнут делить власть эти замечательные люди с танками и оружием, они же не согласятся, что, товарищи, давайте выборы проведем честные, и кто победил, тот и прав. Они этим выбором цену прекрасно знают, они видят, что делается. Кто власть контролирует, тот на этих выборах и побеждает. Столько раз, сколько ему надо. Соответственно, надо власть захватить, а уж потом провести выборы. Логика примерно такая. И кто их проводит, тот их и получает. Соответственно, для меня это кажется опасным для России. Когда уходит Путин, многие Путина ругают, я тоже его ругаю, но мне кажется, что гораздо более страшные вещи начнутся после его ухода. Потому что одна из моих претензий к Владимиру Путину заключается в том, что он практически лишил страну нормальных механизмов смены власти. Ну вот если случится у Путина инфаркт в следующий понедельник, по закону должен быть исполняющим президента премьер-министр, господин Мишустин. Вот вы себе представляете, что все эти генералы скажут, вот все, господин Мишустин, вот тебе, значит, мандат, ты полгода будешь руководить этой страной, проведешь честные выборы, а там мы посмотрим. Мне кажется, более вероятным сценарием, какой был в Туркмении, когда по закону должен был быть, когда умер по странным причинам, Ниязов, по закону должен был бы быть руководителем страны спикера, спикер Меджлиса, там парламент, я не помню, как он их называется. Ну, а вместо этого стал зубной врач, господин Ниязова, а спикера немедленно посадили. Вот вам и закон. Дело в том, что все-таки это разные социокультурные среды, извините, я углубляюсь, но, короче говоря, Путин вернул Россию к такому вертикальному менеджменту, когда кто начальник, тот и прав, и создал России ситуацию безвоздушного пространства, без какой-либо опоры на тот случай, если начальника нет. На Соединенных Штатах помрет президент, и ничего страшного. Ну, правда, да? Да, да, есть вице-президент, и я парламент. Выберет Америка плохого президента, неудачного. И тоже ничего страшного, у нее через 4 года будет возможность выбрать другого получше или похуже. Неважно. А здесь этого варианта нет. У народа нет возможности исправить ошибку. Потому что, на самом деле, и социологи об этом говорят, Единая Россия теряет популярность. И Путин понемножку теряет популярность. Хотя пока на высоком уровне держит. Но честных выборов-то нет. И поэтому нет механизма легальной передачи власти. Нет механизма легальной политической конкуренции. И она все сильнее замещается нелегальной. Извините, я... Ничего нет. Дмитрий Борисович, мы сейчас уходим на рекламную паузу. Не отключайтесь. Через пару минут вернемся. Мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции «Народная волна Чикаго». Ее ведущие Эдуард Брумер. И Геннадий Брумер. Мы продолжаем беседу с российским политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, вы с нами? Да, конечно. Куда еду? Дмитрий Борисович, давайте еще поговорим об одном человеке удивительном. У «Единой России» есть ее председатель, глава. Человек, который во время предвыборной кампании ни разу не появился нигде, кроме съезда, где он сидел очень тихо. И не сказал ни одного слова «не за». И не поздравил сейчас даже, как бы, не выступил. Мы говорим о Дмитрии Медведеве. Как бы вы это вообще охарактеризовали? Для нас, американцев, это вообще просто поразительно. Лидер партии, а его нет. Да, ну, это трагедия, конечно. Медведев – толковый, организованный, властолюбивый и, в общем, демократичный человек. Но, мне кажется, его… Он пользуется доверием Путина и был всегда ему лоялен. Его характер и его воля, по-видимому, рухнули вот в том самом одиннадцатом году, когда произошла, так называемая, рокировочка. Медведев тогда был президентом. Ну, как я понимаю ситуацию, Путин был еще не готов тогда. Не так сильно контролировал все элитные группы, как попозже это стало. Он был не готов к тому, чтобы спустить в конституцию унитаз еще. А по конституции больше двух сроков подряд ему править нельзя. Значит, надо было принимать какое-то решение. Или строить новое государство, там, условно говоря, захватывая Беларусь, что тоже было трудно и опасно. Новое государство, новый парламент, новая конституция, новый президент, а фамилия его старая. Или найти какого-то человека, который вот эти следующие четыре года просидит на кресле президента в качестве Симеона Бекбулатовича, такого, который был царем при Иване Грозе. А потом его убрать и опять сесть на это место. Ну, и когда Медведев стал президентом, это воспринималось как тандем. Значит, ну и люди так с удовольствием, они хорошо относятся к тому, что два друга там поддерживают друг друга. Медведев будет президентом, а Путин будет премьером и так далее. Все это происходило на фоне экономического роста, поэтому люди были настроены очень позитивно. Медведевы избрали президента. Но Путин, опять же, человек прагматичный до циничности. Он Медведева спеленал, как египетскую мумию. Тот, что ни ручкой, ни ножкой пошевелить не мог. Вопреки российской практике традиционной, Медведев, будучи главнокомандующим по конституции, на самом деле силовыми ресурсами не распоряжался. А распоряжался ими премьер, который в то время был Путином. И когда подошел к концу срок Медведева, тот был совершенно не против, и у него были амбициозные планы, остаться на второй срок, как Путин. Перед ним два срока правил. Для Путин это было неприемлемо, потому что власть так устроена, что человек, севший на пост президента, начинает расширять свои полномочия, начинает искать дополнительные рычаги влияния, устраняет тех людей, которые его раздражают или ему мешают. И было понятно, что на втором сроке Медведев будет чувствовать себя гораздо сильнее, влиятельнее, независимый. И он эти пеленки, которые его Путин окутал, постепенно разорвет. И бог знает, как он себя там поведет. И, в частности, исходя из вот этих соображений, тоже, наверное, были и другие, после одного срока Дмитрия Анатольевича Путин, используя какие-то свои человеческие и административные рычаги давления, уговорил, заставил, вынудил Медведева уйти по-хорошему, возможно, пообещав ему какой-то там дальнейший рост. Путин вообще человек, очень тонко чувствующий людей. Значит, он... Да, Медведев был жесточайшим образом разочарован, хотел еще покомандовать, еще повластвовать. Но у Путина нашлись аргументы с тем, чтобы в 2012 году вернуться на пост президента еще на два срока. Ну, а Медведева, значит, тоже, что называется, по-пацански, они договорились, что он будет премьером, значит, что он будет влиятельным. Политиком, он будет руководить партией власти, Единая Россия. Ну, и Медведев вынужден был с этим согласиться. Но после этого, это вот тот самый... Это продолжение той же истории, которой вы задавали вопрос про Кириленко. Он, будучи премьером и уступая Путину по каким-то параметрам типа властолюбия, я уж не знаю, как назвать или еще что-то, он постепенно терял, терял, терял влиятельность, а Путин ее наращивал. Путин подтягивал под себя все, в частности, силовые, административные, информационные, какие угодно ресурсы. И Медведев становился все более блеклым, неинтересным, скучным. Довольно популярная версия, что он и выпивать пристрастился в последнее время. И, в общем, он даже для Единой России оказался не крыльями за спиной, а гирьей на шее. Вот перед выборами, значит, в Единую Россию привлекли, чисто фигурально, конечно, я не знаю, может были какие-то люди, которые надеялись, что Шойгу возглавит Единую Россию. Но я таких не встречал. Значит, а Медведев, он, ну, его не любят, он не популярен, он не орел, да, вот Путин орел в глазах массового. Кстати говоря, я думаю, что многие американцы, которые издалека смотрят российского предсказания, они тоже думают, что Путин орел. Ну, дай бог здоровья, пусть так думает. А Медведев точно не орел. И в результате, я думаю, что он понял, что он просто никому не нужен. Его вежливо оттеснили на пост зам заместителя председателя Совета Безопасности, где сидят генералы с большими звездами, чекисты. И они на него смотрят, ну, как вот такой интеллигентишка, да, какой-то парень, там, коммерс, который ростом полтора метра. А они все здоровые, влиятельные такие. Конечно, он там не в своей тарелке. И он вообще, это просто человеческая катастрофа, потому что он на глазах, на глазах сдувается, исчезает. Так что никакой перспективы. Ну, вообще-то говоря, вот тут интересны человеческие отношения. Путин, он по понятиям, он выполнил все свои обещания. Он сделал его премьером, там, сделал его лидером партии. Никто же, собственно, не сомневается в том, что, вернее, не думает, что эта партия сама себя выбрала лидера в качестве Медведева. Да, значит, его поставили. А партия сказал, да, 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 конечно. Ну, конечно, куда она денется опять. Вот. А сейчас, ну, просто... Ну, он себя чувствует обиженным. А для партии он не нужен. Избиратель про него забыл. Ну, пожалуйста, занимайся каким-то своим бизнесом. В общем, в некотором смысле, может быть, это американская траектория. Отработал свой срок. И, пожалуйста, становись профессором в каком-то университете. Дмитрий Борисович, если продолжать тему выборов. Как бы там ни было, да, при всех фальсификациях все-таки народ в какой-то степени поддержал единую Россию. У меня такой вопрос. Если вы решите не отвечать, мы поймем. Несет ли народ ответственность за свой выбор? Как это было, допустим, в Германии. Если вы помните, сначала было Хай Гитлер, потом Гитлер Капут. Я условно говорю. Поэтому, знаете, очень интересно вот это, когда говорят плохо-плохо, а потом все-таки голосуют за единую Россию. Как вы думаете? Тут вопрос очень тонкий. И он меня постоянно тревожит. Конечно, у меня на него ответа нет. Я не люблю, когда рассуждают в терминах «народа». Потому что мне непонятно, что это такое. Народ разный. В народ входят люди, которые симпатизируют коммунистам, люди, которые симпатизируют к «Единой России», люди, которые симпатизируют к «Навальному». Там это все народ. И я не очень понимаю, здесь человек голосовал против «Единой России» из года в год, упорно. И даже почему он должен не отвечать или нести ответственность за то, что это «Единая Россия» находится при власти. Так же, как я не очень понимаю, как можно говорить, что немцы несут ответственность за Гитлера. Вот немцы как народ. Да, я понимаю, там те 32%, которые из него голосовали, ну, наверное, пропаганда им там голову проела. А потом начинается другая история. Потом Гитлер разгоняет все альтернативные власти, оставляет одну свою. И там уже получается 90% такой советский сценарий. Нерушимый блок немецкого народа с его фюрером. Точно так же, ну, мне не нравятся такие термины, что еврейский народ виноват в чем-то, арабский народ. Всегда есть лидеры, которые принимают решения, и они, мне кажется, они должны отвечать. Может быть, я ошибаюсь, но мне как-то неприятно, когда говорят, что русские рабы, они такие-сякие. Мне неприятно, когда говорят, что украинцы, у них недогосударство, и так Путин говорит, что кто они такие вообще, недоделанные русские. Мне это кажется не только оскорбительным, но просто по сути неправильным. В каждом народе есть очень много разного. И вот важно только, что власть из этого народа достает. Она достает то, что ей нужно. Вот Путин из моего народа достает не самых лучших представителей. Что сделать? С другой стороны, ну, а кто может сказать, кто самые лучшие представители? Я думаю, что есть нормальные условия, когда народ делает ошибки, на ошибку хочется, имеет инструмент для исправления этих ошибок. Вот я американскому народу, который тоже я плохо понимаю, он, по-моему, внутри себя ошибка неоднородная. Американский народ есть этот инструмент, поэтому я ему от души завидую. Он мог ошибиться с Байденом, ну, дай бог здоровья, через цикл выберет кого-то другого. Мог ошибиться с Трампом и так далее. К сожалению, мой народ этой возможности лишен. Я бы не стал ему пенять за это, понимаете? Так же, как трудно советских колхозников обвинять в том, что они работали в колхозах. Дмитрий Борисович, хотел бы поговорить еще об одном казусе, который произошел в Хабаровске и в Хабаровском крае, да? Где год назад народ целый месяц ходил, протестовал против господина Дегтярева. А в результате 56% там с лишним все-таки проголосовали за него. Как такое может быть? У нас не такое может быть. За год так поменялось мнение. Все-таки это 56%. Ну, не 45%, ну, не 35%. Все-таки это подавляющее большинство. Ну, понимаете, вот здесь опять же надо улавливать российскую специфику. 56% это вовсе не обязательно настроение населения. Вообще, у нас в стране результаты голосования это в отчетливой форме сумма электоральных предпочтений начальства и электоральных предпочтений народа. В разных регионах сумма складывается, эти две составляющие имеют разный вес. Москва довольно свободный город, и здесь, я думаю, доминирующий роль принадлежит все-таки населению. А, скажем, в Чечне там доминирующий роль принадлежит начальству. Начальству господину Кадырову надо нарисовать 125% явки? Он ее нарисует. То же самое в Хабаровске. Да, там туда бросили много денег. Да, господину Дегтяреву создали льготные условия. Например, сделали так, что у него нет никакой... Обычно на губернаторских выборах всегда бывает конкуренция. Много есть людей, которые хотели бы быть губернаторами. А у Дегтярева его не было. Даже от партии «Единой России», сам-то Дегтярев от ЛДПР, от партии Зеленовского, партия «Единой России» не стала там выставлять своего кандидата. Потому что, не дай бог, за него могли бы проголосовать. Дегтяреву там не любят. Но у Дегтярева было много денег. У него было... Ему в центре дали, в Москве. И была мощная поддержка политтехнологов. Решения были самые отвратительные. Когда людям раздавали деньги на избирательных участках, чтобы они голосовали так, как надо. И люди... Может быть, в этом есть основания для претензий к ним. Если вы за 3000 рублей, 50 долларов, отдаете свой голос, то вот вам и цена. 50 долларов, что называется. Но... А у них ответ такой. А все равно от меня ничего не зависит. А так я хоть эти 3000 срублю и, значит, там, бутылку куплю. И поди с ними поспорю. У них своя правда. Ну, короче говоря, там использовались самые неприятные технологии. Вплоть до вульгарного фальсификата. Поэтому говорить, что он получил 56% может только в формальном смысле. Да, цифры такие написаны. Что за ними стоит? Ну, надо было бы, наверное, сесть, поработать с конкретными протоколами. Пропустить их через процедуру статистической обработки. Это все ведь несложно сделать. Но кто же тебе даст? Особенно там. Придут крепкие пацаны и оторвут голову, прежде чем она у тебя успеет что-то там посчитать. Так что, я думаю, это печальная история. Собственно говоря, и сам Фургал был тоже не из ангелов небесных. Он как раз местный парень, такой, от соль земли, что называется. Тоже вполне с такими бандитскими замашками. Но он пользовался симпатией. Он там как-то боролся с бюрократией, со взяточниками. Ну, в общем, такой был популист. Но, как видим, при хорошем, мотивированном, грамотно построенном пиаре, как у нас там, рекламном бизнесе, народ довольно легко можно нагнуть. Ну, вот в Хабаровске его нагнули. Дмитрий Борисович, у нас 6 минут, а вопросов много, потому что с интересным человеком всегда вопросов много, а времени не хватает. Дмитрий Борисович, есть ли будущее у Эллы Панфиловой? И как вы видите ее бывшую демократку? Как вы видите ее в сфере тех событий, которые произошли? Ну, Элла Александровна, я не могу сказать, что я ее друг. Но мы с взаимным отношением относились друг к другу 10 лет назад. И я понимаю, что с ней происходит. Это происходит с очень многими людьми. Она совершенно искренне верит, что она служит интересам страны. Интересы страны у нее персонифицируются в виде Владимира Путина. И она искренне верит, что ее задача помочь стране с помощью сохранения власти в руках Владимира Путина. Ну, и заодно за это она получает от Путина разного рода пряники. Заслуженные с ее точки зрения. Я думаю, что будущего у нее уже политического такого нет. Она, мне кажется, находится на пике своей карьеры. Главой Совета Федерации, как Матвиенко, или еще каким-нибудь, вряд ли ее уже сделают. Она растеряла свой демократический имидж и уважение среди прежних людей. Я к ней отношусь с человеческой симпатией и сочувствием. Потому что я понимаю, в какой она ситуации находится. Я знаю, что она старалась действительно сделать честные выборы. Но в то же время я знаю, что она не может их сделать честными. Ну, например, потому что на выборах 2016 года, когда ее только пригласили, в Саратовской области, там, в городе Саратове, около 100 избирательных участков, и на 90 из них у Единой России, у кандидата от Единой России, был один и тот же результат. 62,2%. То есть, как по ниточке прям. Понятно, что это был фальсификат. Но это регион, где избирался господин Володин, который сейчас глава Государственной Думы, а тогда имел очень хорошее отношение с администрацией президента. Значит, может она там начать расследование. Это для нее кончится мгновенно вместе с ее карьерой. Соответственно, она сделала вид, что она этого не видит. Ну, я думаю, что 95% наших начальников поступили на ее месте так же. Но она постепенно вот так вот втягивалась, 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 и теперь втянулась. И просто иногда смотреть на нее жалко. Дмитрий Беоргиевич, в российской истории есть два реформатора. Петр Первый и Александр Второй. Кто вам ближе и по какому пути Россия пойдет в ближайший год? Только коротко, пожалуйста, мы заканчиваем. У нас еще есть один вопрос. Ну, на самом деле, мне они по-разному нравятся. Потому что Петр строил города, а Александр Второй, царь-освободитель, он создал систему, которая строит города. После реформы 1965 года страна через 30 лет практически разогналась в экономическом смысле быстрее всех в мире. Поэтому я бы проголосовал за Александра Второго при полном уважении к городу Петербургу. Дмитрий Борисович, великий русский поэт и государственный деятель, кстати, многие не знают, Федор Тютчев, написал «Умом Россию не понять» и дальше по тексту. Кстати, хочу сказать, что эта фраза очень хорошо относится к европейским политикам и американским политикам. Как вы относитесь к этой фразе и прав ли был государственный чиновник Федор Тютчев? Ну, Федор Иванович Тютчев, он был при Министерстве иностранных дел главным цензором. Прямо скажем. Значит, он занимался цензурными делами. При этом он 20 лет жил в Германии, был глубоко европейским человеком. Написал замечательный труд, который называется «Россия и Запад». Незаконченный. В общем, первый русский геополитик, великолепный поэт, один из моих любимых. Но не об этом речь. Я думаю, что Россию давно можно понимать умом. Вот просто опираться только на то, что в Россию можно только верить, это хорошая фраза для XIX века. Сейчас все достаточно рационально. Просто часто наши представления о России, матушке, и реальность расходятся, потому что мы мало знаем. У нас с вами очень мало эмпирического знания о том, как устроена моя страна. Честно говоря, у меня тоже были искаженные представления о моей родине. Сейчас они не искаженные. Мне кажется, тут вполне все понятно. Можно Россию верить, можно любить, не любить. Но понимать ее не так уж сложно, если у тебя достаточно эмпирических данных в руках. Дмитрий Борисович... Просто у нас отродясь их не было, понимаете? Последний вопрос, короткий, действительно, надо кончить. Минута есть. Минута есть. Читаете ли вы Захара Прилепина? Нет. Самый короткий ответ, из которого... Хорошо, тогда еще остается пару секунд. А каких авторов вы бы порекомендовали читать? Я имею в виду не классиков, с классиками все понятно. Современных, может, авторов, которые, на ваш взгляд, они интересны. Тоже, если коротко, буквально. Ну, мне больше всех понравился Сорокин. Сейчас очень, ну, уже менее моден Пелевин. Акунин неплох. Дмитрий Быков, пожалуй, он говорит интереснее, чем пишет, на мой взгляд. А вообще-то, мне кажется, что литература как-то сейчас немножко умирает, как жанр. Все же в телевизоре, все же эти картинки смотрят, и в видео. Альфабетическая культура, связанная с алфавитом, уступает место в визуальной культуре. Так что, конец нашим с вами книжкам. Дмитрий Борисович, большое вам спасибо за это интервью. Надеюсь, оно не последнее, а мы с вами еще встретимся. Вы очень интересный человек, и мы будем за вами следить за вашим творчеством. Здоровья, бодрости, оптимизма, всего самого лучшего. Вам тоже удачи. Всего хорошего, спасибо. До свидания.